здравствуйте сегодня у нас в гостях проигрыватель производства фирмы пионер модель ppl 750 сделан проигрыватель в японии выпускался 84 85 годах прошлого века к сожалению база данных проигрывателей пионер по каким-то причинам в интернете стала недоступна и я не смог найти стоимость и прочие характеристики связаны с этим проигрывателем однако нашел сходные данные на сайте немецком хайфа и викидр и и собственно говоря стоил он на тот момент 590 немецких марок но если грубо делить на пол пополам получается около 300 евро ну не знаю восемьдесят четвертом ясность пятом годах 300 евро было много или мало сказать вам не могу что собственно говоря представляет собой этот проигрыватель но это полуавтомат то есть у него есть автостоп а установка пластинки установка тонарма на пластинку происходит вручную две скорости 33 45 ну конечно же великолепный двигатель прямого привода от пионер с кварцевой стабилизации скорости в этой модели уже нет стробоскопа ну я считаю что правильно какой смысл стробоскопе в моделях с кварцевым приводом но я не буду подробно рассказывать про пионеровские кварцевые приводы я уже об этом рассказывал предыдущих моделях одно могу сказать что когда я искал информацию при подготовке этого видео в интернете на одном из буржуазных форумов я нашел интересный очень пост где автор его сравнивал технические характеристики этого проигрывателя с культовым техник 1200 так вот оказалось что по уровню значит шума и по уровню по качеству работы мотора значит этот проигрыватель практически соответствует культового техник с 1200 но я разместил технические данные об этом проигрыватель в описании к видео вы можете посмотреть данные я взял из технического на из сервисного описания к этому проигрывателю которая доступна на замечательном сайте винил энджин проигрыватель оборудован прямым легким тонармом я предполагаю что это композитный тонарм потому что фирма пионер начала производить такие тонармы раньше срока выпуска этого проигрывателя в частности у меня есть модель пионер пл8 у нее уже стоял такой композитный тонарм или как называет его фирма пионер полимер графитный тонарм я думаю что здесь тоже самое интересно что эти проигрыватели были оборудованы снимателями достаточно высокого класса значит вот этот вот проигрыватель оборудован звукоснимателем пионер писи 5 м си то есть это звукосниматель с иглой с подвижной катушкой но при этом он относится к категории звукосниматель с подвижной катушкой с высоким выходом то есть его можно напрямую подключать ко входу усилителя для звукосниматель с подвижным магнитом м м в этом их очень большое преимущество к сожалению в процессе транспортировки значит продавец плохо закрепил тонарм и когда звукосниматель проигрыватель ехал ко мне он там болтался и долбил по диску и родная игла практически угроблена то есть сильно погнут к антиливера я его конечно поправил как мог и он играет но наверное качество уже не то которое с родной иглой но и мне сильно повезло мне удалось купить на рынке родную иглу тип 6 м си значит 5 м си и 6 м си это совместимые иголки 5 м си со сферической заточкой 6 м си с эллиптической заточки и в конце мы послушаем звучание этой иголки при демонстрации работы проигрывателя теперь совсем кратенько значит кратенько в органах управления кнопки включения питания здесь нет так как он полуавтоматический когда мы сдвигаем там арм со стойки он на автоматически включается когда возвращается она на стойку он автоматически выключается здесь значит клавиши переключение скорость 33 45 клавиша подъема опускания там арма и клавиша принудительного прерывания в студении за рам записи он достаточно давно у меня валяется этот проигрыватель я такое подозрение что я ничего с ним не делал когда он ко мне пришел но сейчас я его взял значит основная проблема была это точнее собственно говоря не основная единственная проблема которая в нем была это то что микролифт тонарма работал протителю просто нам падал значит я разобрал добрался до микролифта стала сзади снял там этот блок двигателя значит собственно рычаг управления тонаром извлек микролифт промыл его хорошенько заново смазал значит по опыту я уже знаю что пионеровские проигрыватели лучше мазать их микролифт и смазка не более 200 тысяч иначе они очень медленно падают и обратно все собрал ну и заодно там естественно раз уж разбирал все то старую смазку поменял там во всех механизмах привода но автоматика на здесь собственно автоматика это только автостоп мне приводится в действие от основного двигать так теперь предлагаю посмотреть значит как все это работает ну как обычно в полуавтоматах установка тонарма на пластинку производится вручную значит мы поднимаем поднимаем мне он был поднят вот сейчас он поднят тонарм значит переводим его видите начал вращаться двигателя когда мы подвели к зоне диска теперь опускаем тонарм вот видите даже с 200 смазкой опускается достаточно медленно такая вот у пионеров история но 150 я не стал ставить наверное все за 150 это достаточно мало и чтобы вернуть на место прервать воспроизведение в любой момент можем нажать вот эту клавишу значит поднимется тонарм автоматика вернет его на стойку и опустит но само собой здесь у нас есть автостоп вот и сейчас мы видим как он работает вот я вполне сознательно подогнал его под конец значит пластинки тонарм чтобы нам очень долго не ждать надеюсь скоро это закончится все и мы увидим срабатывание автостопа но в принципе автостоп срабатывание автостопа аналогично кнопки стоп который вот мы использовали управляющих кнопок стоп на панели ну вот сейчас подошел к концу поднялся и теперь спокойно вернется на стоечку и опустится да но и в заключении как всегда мы послушаем значит пластинку значит я специально подобрал наш пластинку для демонстрации вот такая вот пластиночка вот значит это оркестр танцевальный оркестр хуга страссера 68 69 год пластинка выпущена шестьдесят восьмом году а значит мы с вами не нарушаем ничьих авторских прав спасибо вам большое спасибо что заходите на мой канал всем желаю крепкого здоровья благополучия и всяческих успехов до свидания спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! благодарю за просмотр! вBER Australia 하�ui глава субтитры Алексею Дубровскому! 1 2 до ли 2 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok